Сидите в лицее и за вами следят, ну, наверное, около восьми глаз. Я гений английского языка. Вот, немного обидно. Да ну нафиг. Всем привет, меня зовут Соня, вы на канале Готко-Перок, и сегодня в этом видео я расскажу вам о своем поступлении в лицее Нювше. Лично я поступала в 10-й гуманитарный класс, но вообще в 10-х классах очень много направлений, вот все они. Я думаю, вы сможете найти то, которое вам лично нравится. Во время регистрации, которая проходит летом и в начале учебного года, вы должны будете написать типа сочинения о том, почему я вообще хочу поступать в лицей. Для каждого направления там разные вопросы, но они примерно схожи, например, почему я хочу именно на это направление поступить, или кем я хочу стать будущим и тому подобное. Дальше проходят вступительные испытания. Это за три часа вам нужно написать экзамен по трем предметам. У вас между предметами нет перерывов, вы не можете останавливать время, и если вы перелеснули с одного предмета на другой, то вы не можете вернуться назад. Такая вот особенность. Этот экзамен проводится дома у вас за очередь, получается, перед компьютером в системе Proctoring. То есть, когда за вами следят через камеру компьютера и через камеру вашего телефона. То есть, вы подключаетесь в специальный сайт, там вам все расскажут, как именно это сделать. Ставите его около стола, чтобы он смотрел прямо на вас, и за вами в это время будут следить. Если вы в итоге поступаете в лицей после всех-всех-всех экзаменов, то вот этот заочный этап будут еще рассмотреть, еще раз проверять, чтобы вы там не списывали, никто вам не подсказывал и ничего такого. Вот мои Беллы. У меня английский был 7.4 из 10. Русский у меня плохо. 4.5, потому что у меня вообще с русским плохо как-то всегда. Этиматик у меня 8 баллов, но там был такой прикол, что я решила 10-е, самое сложное задание. Я была так, просто гордилась собой, так сказать. Но в итоге оказывается, что не у всех ребят это задание отобразилось, поэтому решили всем эти баллы натислить. Мне, конечно же, дополнительные баллы, еще плюсы мне натислили, и поэтому у меня 8 баллов, потому что я забила на 9-е задание. Решила, что 10-е раз больше баллов дает, и нужно его. Вот, немного обидно. Теперь про самую писью. Эссе по иностранному языку. Я готовилась к нему с начала года, потому что мне кажется, что это одно из самых сложных экзаменов, которые предстоит сдавать. Вам заранее на сайте лице будет отображаться все топики, которые могут попасться. Там школа, дружба, семья и тому подобное. Вам предстоит написать 4 абзаца. Например, вам выпала тема «Диета улучшает ваше физическое состояние», но некоторые люди считают по-другому. Допустим, просто. И вам в первом абзаце нужно писать «Да». Вот некоторые люди считают так, некоторые так. Сегодня в этом эссе я это обсужу и буду приводить некоторые аргументы. Потом второй абзац. Вы аргументы к первой стороне. Третий абзац. Аргументы ко второй стороне. И четвертый вывод и ваше собственное мнение, к какой стороне вы придерживаетесь. На эссе у меня в итоге 8 баллов. Мне кажется, это вообще супер. И, конечно, как обычно, у меня за грамматикой и по-русскому, и по-английскому плохо. Мне как раз эти 2 балла сняли за грамматику. Но в этом случае, мне кажется, это вообще супер. Вот, кстати, мой эссе. Если хотите, остановите, почитайте. Вообще, конечно, удивительно, что у меня 8 баллов, хотя у меня есть такие ошибки, как Sportsman's. Вообще. А я гений английскому языку. Дальше после эссе у нас идет испытание по выбору. Она тоже пишется очно. Тоже вот и сидите в лицее. И за вами следят, ну, наверное, около 8 глаз. Класс. Я выбрала общество знаний. Хотя, по-моему, я могла еще выбрать литературу. То есть у гуманитариев можно выбрать и литературу, или общество. Я выбрала общество, потому что я его собиралась сдавать на ОГЭ, и легче было бы подготовиться и к тому, и к тому сразу. Вот какие предметы нужно сдавать на каждое направление. В итоге я написала общество знаний на 15 из 20 баллов. Это норма, результат. Потому что я, честно говоря, выше 16 баллов ни у кого не встречала. Вообще и для вступительных испытаний, то есть для английского русского математики, которая вначале заочно, и для эссе, и для испытаний по выбору, есть вот такие книжки «Хочу лицей». Лично я ими не пользовалась, я их не покупала. Я только вот для общества раз скачала в интернете на айпаде. И я решала просто там. Прорешала всю книжку, наверное, за один день. И просто подумала, что особо нет смысла покупать. Я типа сама так подготовилась, и все будет нормально. Дается весь список тем для общества знания, для экзамена по общества знания. И лично я прям взяла тетрадку, и каждую тему расписывала, делала типа конспектика. Мне это очень помогло. Я смотрела на ютубе, как решаются, ну, как проходит на умсколе эту тему, и делала записи. Суммарно у меня вышло 42,9 баллов. Также можно дополнительно получить баллы за всякие олимпиады, за ГТО и подобное. Это все тоже есть на сайте лицея, за что именно можно получить баллы. Я получила, по-моему, плюсом, баллы за ГТО. И все. И вот долгожданная моя реакция на баллы. Приятного посмотрим. Блин, там мне нужно просто не влизнуть. Да ну нафиг. Правильно? У меня 43. Вот и все. Спасибо большое, что смотрели до конца. А если вы все же решили поступить в лице, то я вас верю, держу за вас голосики, у вас все получится. И до новых встреч. Пока-пока. У вас остались вопросы? Напишите в комментариях, я обязательно отвечу. Субтитры сделал DimaTorzok. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok